Здравствуйте, друзья! Мы сейчас говорим про силы души, и сегодня одна из сил, или можно сказать, возможностей – это чува. Что это такое чува? Чува – это на русском языке, может быть, возвращение, это раскаяние, ответ, покаяние, ну и так далее. Много слов. На иврите это ташувэй, вернись к Всевышнему. Как мы возвращаемся к Всевышнему, когда мы говорим «Папа, я не прав». Я был не прав. Извини меня, пожалуйста, прими меня назад. Но как мы это делаем? Во-первых, зачем мы это делаем? Мы делаем это, чтобы вернуться, чтобы вернуться в наше, очиститься, вернуться в наше настоящее состояние, связаться со светом, своей душой, потому что только наши какие-то ошибки отделяют нас от самих себя. Сейчас месяц Илюль, скоро Рошашана, Йом-Кипур, и это самое время заниматься именно этим. Смотреть, что мы делали так, не так в этом году перед собой, перед нашими близкими, перед, в принципе, перед людьми, перед Всевышним. Как мы это делаем? Ну, в принципе, надо, во-первых, подумать, что это такое. Попросить, может быть, у кого-то прощения. Но как мы просим прощения перед Всевышним? Это процесс, в котором есть несколько шагов. Первый шаг это такой, когда мы видим какие-то эмоции или осознаем, что мы на кого-то или злимся, или где-то мы как-то не так поступили. Первое это отсоединиться от ситуации и сказать, посмотреть на это, увидеть. Посмотреть, тут я ощущаю очень или грусть, или ощущаю какое-то ощущение, что я что-то пропустил, или злость наоборот, что кто-то мне что-то сделал. И я все равно прошу прощения. Как я это делаю? Во-первых, я говорю Всевышнему большое спасибо. За что спасибо, если он прислал мне такое жесткое испытание? Во-первых, спасибо за то, что я могу сделать Чуву и этим самым исправить эту историю. Мы исправляем ее в корне, так как Чува, вот этот вот процесс, был сделан до создания мира. То есть до создания вот этих вот связей, причинно-следственных связей. То есть мы в корне изменяем и себя, и это происшествие. Если мы это делаем с любовью, даже это происшествие, оно, конечно, нельзя это специально делать, но оно превращается из каких-то долгов в заслуги. Так как с помощью него мы приблизились больше к Всевышнему. Как мы это делаем еще раз? Первое, мы замечаем, что это такое. Мы не ворочаемся в этих эмоциях, плохих мыслях. Мы замечаем это и говорим большое спасибо. Например, какой-то человек забрал у другого яблоко. Он говорит Всевышнему, во-первых, этому человеку лучше прийти и извиниться перед ним. Но если что-то не так перед Всевышним сделал, он говорит, Всевышний, извини меня, пожалуйста. Я вот забрал или сделал то-то и то-то. Большое спасибо сначала надо говорить. Спасибо за что? Спасибо за то, что сейчас у меня есть возможность сделать чего-то. То есть я не несу этот грех или этот промах, лучше сказать, собой, а я очищаю. Большое спасибо. Потом мы говорим, извини, пожалуйста. Извини на всех уровнях. Я вообще не так сделал. И мы говорим, лучше это говорить вслух, что мы не то сделали. Потом, третий этап, или может быть четвертый уже. Мы просим наши ошибки, чтобы поменялись в какие-то правильные качества или правильные поступки. Если человек что-то не то взял у кого-то, попросить, чтобы мы были наоборот, не брали себе, а больше отдавали другим. Если мы как-то, может быть, невнимательно с кем-то отнеслись, просить после этого, чтобы мы были более внимательные и так далее. Следующая вещь это сказать, я больше так не буду. И это очень сложно людям, потому что часто у нас плохие привычки и плохие качества, неисправленные. И нам не просто сказать, я больше так не буду, но все равно надо принять решение и сказать, я больше так не буду. И каждый раз, когда мы это делаем, говорим, я больше так не буду и внутри принять такое решение. Постараться это сделать. Сделать самое большее, что мы можем, чтобы это сделать. И последнее, чтобы трансформировать энергию, дать сдаку, чтобы отпустить это. Я повторяю чувые несколько этапов. Первый этап – осознание. Второй этап – благодарность. Третий этап – прощение. Четвертый этап – просьба. Поменять негативные мысли, ощущения, действия в позитивные. Пятое – сказать, что я больше так не буду. И шестое – это дать сдаку. Конечно, очень важно это сделать перед Всевышним. То есть внутренне сделать какую-то оценку, и очень-очень важно сделать это с другими людьми. Кому мы не так, может быть, что-то сказали. Или лучше личный раз попросить прощения, чем нести с собой какой-то негатив. И постараться вести себя лучше. Конечно, если мы приходим просить прощения людей, лучше выбрать правильный момент для этого. Как-то найти внутренние силы правильные и искренне это сделать. И лучше это сделать до Ироша Шана, до Йом Кипура, как можно раньше. Чтобы с помощью этого и себя приблизить ближе к настоящему себе, к Всевышнему, и мир изменить и сделать лучше. Удачи вам, удачи мне. Счастливо, хорошего месяца Илюль, праздников, подготовки. Большое спасибо.